Всем привет! Опять приехали в нашу любимую деревню, чтобы подышать воздухом, пособирать грибы и показать вам красивый огород, который мы уже показывали год назад. У нас прошли обильные дожди последние две недели, и все расцвело, и сильно хочется вам все это показать. А этот стул смастерил дедушка, который держит этот огород. Они здесь отдыхают, друзья. Ну и вот я на этом стулчике сегодня. Вот он, наш любимый огород. Сегодня 7 мая, и хотим показать, что у деда есть. Ну, во-первых, ребята, у нас большая радость. Год назад мы рассказывали о том, что из-за сильной засухи пересох родничок, который уже много лет здесь был. И вот буквально последние две недели прошли, все бассейны наполнились, с гор текут хорошие речки, и вот наш родничок ожил. Так что мы очень рады, ребят. Что у нас на огороде? Вот видите эти палочки, эти заготовки? Здесь у деда будет перец и томаты. Вот так все это дело привязывается, и потом веточки тянутся. Крут, правда? Здесь у деда небольшая грядочка с чесноком, дальше у деда есть там салаты, здесь малина. Малина у него крупная, он нас угощает постоянно. Ну и сейчас вам покажем кое-что. А это участок, загончик с картофелем. Посмотрите, какая крупная. Кстати, говорю сразу, у нас нет колорадского жука. Были комментарии о том, что надо бы завести нам колорадского жука. Пожалуйста, не пишите такие комментарии, потому что таким образом не нужно обрабатывать никакими химикатами, ничем вморить картошечку. Она всегда чистенькая, листики чистые, но и картошечка хорошая у деда. Здесь у нас грядочка с луком. Здесь у нас горох. Подойти близко не могу, но уже кустики с горохом уже готовые. Горох здесь используют в тушении с мясом, очень вкусно. Здесь чуть-чуть капусты. Но еще будут сажать, потому что, вот слышите, да, у нас тут трактор работает. Так что скоро этот огород наполнится всеми посадками. Ну и плодовые тоже очень радуют. Смотрите, игрушки. Молоденькие игрушки уже наливаются. Вот здесь тоже деревце с плодами. Как классно, когда имеешь свой участок земли и можешь круглый год. Здесь в Испании урожай можно иметь круглый год. И заниматься своим любимым делом.